Всем здравствуйте! Сегодня, как и есть, на фоне входа в свою веранду, старую, надеюсь, что скоро здесь все поменяется. Это последнее из-за впечатления на камеру, так сказать. Последний факт. Давайте сегодня поговорим вот о чем. Все люди одинаковы или все-таки мы все разные? Часто точно слышала фразу «все женщины одинаковы», «все мужчины одинаковы». Откуда это берется? И часто мы говорим «нет, вы что, мы все разные». Почему возник такой вопрос и в каком контексте? Те материалы, те истории, те рассказы о книге, которые я выкладывала здесь, встречали разное и сопротивление, и поддержку, и так далее. Именно что это было? Поддержка в том плане, да, конечно, хорошо заниматься своим здоровьем. Кто-то говорил и писал о том, что этого недостаточно. Когда я начала говорить про биологические добавки активные, про Coral Club, в частности, были такие высказывания, что лучше идти в спортзал и там заниматься своим телом, своим рельефом, кожей и так далее. И все это, правда, все это имеет место быть. Почему? Потому что есть простая вещь и простая истина. Не каждому нужно то, что говорю я. Не каждому нужно идти в спортивный зал. Не каждому нужно заниматься по три часа в неделю. Кому-то просто нужна зарядка, скандинавская ходьба, прогулки на свежем воздухе, беговые лыжи, коньки, просто катание на горках. Все мы по-разному получаем энергию. Это подтверждается в том числе, во-первых, моим наблюдением, во-вторых, тем, что я интересовалась расшифровками разными способами и дизайн, и портрет личности, и астрология в том числе. И даже там отражается по дате нашего рождения о том, а какую активность вам нужно применять для того, чтобы чувствовать энергию. Для чего мы это все делаем? Для того, чтобы чувствовать подъем. Ну, кто занимался, например, знает, что кому-то надо, ну, прямо вот так, что ты уже падаешь, ты изнемогаешь, и только тогда ты чувствуешь вот это удовольствие. Я молодец, у меня сил нету вставать, у меня завтра будут болеть все мышцы, но это так круто, что я вот столько сделал. Иногда ты встаешь, и ты чувствуешь себя бодро прямо с самого утра. Иногда я чувствую себя бодрой только после зарядки. Я уже говорила о том, что я позволяю себе не делать иногда зарядку, если у меня на это нету просто эмоционального состояния. То есть какой-то происходит процесс внутри, и физически я не ощущаю вот этого подъема, что я сейчас могу пойти и прям, ну, вот, дать, дать час своему телу понапрягаться. Нет, такого нет, и действительно, вы правы в том, что вы говорите, кому-то нужен только спортзал. Почему? Это же связано не только с тем, как это влияет на тело. Это же связано и с эмоциями, и с тем, как мы это принимаем. Из чего мы состоим? Тело, дух и разум. И ухаживать надо и за телом, и за нашим духом, и следить за нашим разумом. Разум, как читаем книги, развиваемся, общаемся, знакомимся с новыми людьми. И все, что связано с развитием в материальном плане, в том числе тело, зарядка, питание, вода, добавки, витамины, все что угодно. Но если мы будем биологически активные добавки называть витаминами, они не перестанут от этого добавляться к пище непосредственно, иметь какую-то свою определенную задачу и решать эту задачу. Но называются это биологически активные добавки. Биологически, потому что они натуральные. И я попробую раскрыть некоторые продукты и рассказать вообще, из чего они состоят и что это. Сама я, честно говоря, тоже скептически отношусь к фармацевтике вообще, к лекарствам. Потому что действительно имеет место быть, что не все то, что нам рекламируют и показывают, полезно. Совершенно недавно, только последнее время я узнала о том, что витамины сами по себе не усваиваются. Что, например, пить витамины тот же кальций, магний, все, которые на слуху, просто так брать пачечку, пропить, может не быть никакого эффекта. Что их нужно определенным образом сочетать между собой для того, чтобы они усваивались. Для этого есть витаминные комплексы, в частности. Кто-то пропивает самостоятельно, отдельно считает, что не хватает, например, кальция. Начинают выпадать волосы, начинают крошиться зубы и так далее. Но в Коралл мне именно понравилось тем, что вот эти комплексы и наборы, они тоже собраны определенным образом. Что они друг друга дополняют, сочетают и работают в связи с этим. Я никого, ни в коем случае, не призываю для того, чтобы употреблять именно эти БАДы. Но обращать внимание не только на физику, но и на то, что у нас внутри, 100% надо. Потому что даже не имея вредных привычек, там может быть не все гладко. Я знаю истории, и в частности, через кого я попала в эту историю с БАДами, через кого я это узнала. Ольга Павменчук. Вы можете найти в соцсетях. Ее дочь Карина Павменчук. Она столкнулась с такой проблемой, как серьезное заболевание. Очень редкое заболевание. И долго не могли поставить диагноз. Сейчас она проходила химиотерапию, и при этом человек всю свою сознательную жизнь был в спорте, на здоровом питании и вел здоровый образ жизни. От этого не застрахован никто. И если говорить о том, что я не пью, не курю, никогда не заупотреблял ничего и всегда был активен, это не гарантия того, что внутри у нас все прекрасно. Ну и все-таки не забываем, что многие заболевания, это психосоматика может быть, проявление тела, наш самый главный друг. Но это уже будет на другом канале и в другом видео более подробно раскрыто. Но ничего, просто так, ни одно заболевание у нас не появляется. Это для чего-то нам нужно, чтобы мы что-то в своей жизни поменяли, значит мы где-то что-то не видим, не слышим. И это нам даст какой-то толчок, какое-то изменение, какой-то прорыв в своей жизни. А может наоборот, для кого-то это заканчивание жизни на этом пути, потому что не все готовы и не все хотят бороться, например, или что-то переосмысливать. В общем, истории бывают разные. Но помните о том, что не все, что действительно в поле, в нашем, в современном есть, не все это нужно вам. И не все это нужно пробовать. Первое, как я отсеиваю то, что хочу я попробовать или не хочу, я действительно слушаю себя, откликается мне или нет. Если мне показалось это интересно, мне показался интересным человек первые секунды. Не то, что я несколько раз услышала и меня убеждают в этом. Нет, а именно первые секунды, тогда да, тогда я пробую или обращаю хотя бы на это внимание, ставлю какую-то галочку. И тогда уже есть шанс, что я что-то поменяю, что-то добавлю в свою жизнь. Если сразу нет, я просто пролистываю иду дальше. Я не комментирую, никак к этому не отношусь, потому что на сегодняшний день мне это не нужно. Вот и все. Возможно, когда-то, через какое-то время я могу вернуться к этому человеку, к его способу. У меня многие знакомые, когда я собирала, рассказывала про марафон по кораллу, оказалось, что многие уже на этой программе, хотя мы об этом никогда не разговаривали, я просто этого не знала. Кто-то на других программах и на других производителях, но тоже употребляет витамины, БАДы и так далее. Кто-то проводит очистку по гербалаеву. То есть очень разные методы и никто никого не убеждает. То есть я увидела, что оказывается много кто обращает внимание на свое здоровье, но никому это не транслируют как единственное правильное решение. Я в том числе. Это один из вариантов и, возможно, кто захочет, вот кому откликнется, те и пробуйте. А я буду поддерживать, подсказывать, если вам это необходимо.